Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Здравствуйте, доброе утро. Начинается программа «Утро на Болткоме». И сегодня, сегодня у нас 13 июля, ее проведут Олег Пека. Доброе утро. Я Анастасия Смоловская. Мы сегодня, нам помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. И вот, как я уже сказал, 13 июля, сегодня исполняется, кстати, 78 лет Харрисону Форду, американскому очень популярному актеру. А ровно 35 лет назад состоялся концерт Life Aid. И это было удивительное действие, когда происходило по всему миру, музыканты выступали для того, чтобы собрать деньги для помощи голодающим Африке. И тогда это было, ну, впервые такого масштаба, такого большого масштаба, который, ну, вот, люди жертвовали свои деньги по всему миру для того, чтобы помочь. Вот конкретно в результате, по-моему, засухи там были очень большие бедствия в Африке. И вот сегодня мы как раз, может быть, поговорим о том, как люди могут действительно помочь другим людям, может быть, не в рамках всего мира, а в рамках вот нашей страны Латвии. Ну, и не только как люди могут помочь людям, но и на что люди с ограниченными возможностями имеют право в Латвии. И, конечно, после прошлой недели, когда активно, в общем-то, омбудсмен наш начал действовать, и Конституционный суд раз за разом какие-то социальные пособия признает невозможными вообще, говорит о том, что действительно эти деньги прожить нельзя, в том числе, конечно, и на прошлой неделе было решение Конституционного суда признать, ну, несоответствующим Конституции размер пособия социального обеспечения для безработных людей с инвалидностью и пенсионеров. Как вы на это отреагировали? И, ну, вот мы уже тут две недели, да, обсуждаем всевозможные пособия, говорим, но неужели это не было понятно до того, как Конституционный суд не принял это решение? Доброе утро, и меня зовут Игорь Збаловаль, я представляю организацию инвалидов и друзей АПЕРОНС. Да, также у нас еще менеджер проектов и мероприятий общества инвалидов Wings of Wheels, Санта Сарвилла в студии. Это, конечно, очень интересный процесс, потому что Теса Ипсаркс поднял пять вопросов, которые связаны с тем, как люди проживают в Латвии. И те люди, у которых, наверное, денег не очень много. И последнее решение Конституционального суда было такое, что действительно этот ВАЛС, Санта Сарвилла, ну, дружно, АМП ВАЛС, это очень маленький для тех людей с инвалидностью, которые не работают, и на это прожить нельзя. И то, что суд сказал, что это дискриминация, если смотреть по нашей Конституции. Я думаю, что это самый важный пункт, что действительно суд признал, что это дискриминация. И так не должно быть. И, ну, наверное, с следующего года что-то поменяется, потому что, ну, сейчас все поняли, что действительно деньги очень маленькие, и, наверное, до этого времени никто не понял. Ну, конечно, поняли, но, наверное, всегда были какие-то другие приоритеты, где деньги были нужнее. На оборону, может быть, там, на, не знаю, на сельское хозяйство или еще что-нибудь. Но для тех людей, для людей с инвалидностью обычно денег не хватает. Это как-то у нас так получилось. Но вот то, что Оммудсмен обратил на это внимание, это, ну, сам по себе факт выдающийся, или это, в принципе, то, что, в принципе, должно было произойти, по большому счету, еще много лет назад? Ну, я думаю, что второй вариант – это, в принципе, если смотреть, как нормально принимаются законы, как социальное обеспечение, как думают об социальном обеспечении, ну, наверное, надо знать тех людей, о которых вы принимаете решение, я думаю, что депутатам это надо знать, и как-то решения должны быть в соответствии с какой-то системой. Нельзя быть такая ситуация, что, о, сколько у нас денег, ну, 2 миллиона, ну, что будем делать? Ай, давайте придумаем, вот выборы приближаются, давайте придумаем новое какое-то пособие, чтобы дать инвалидам, чтобы они за нас голосовали. Такое не должно быть. Должны быть какие-то системы, пейты-емы какие-то исследования, чтобы знать, как помочь в конкретной ситуации людям, которые в этой помощи не нуждаются. У нас такого не было. И потому, я думаю, что у нас проблема в сфере инвалидности тоже вот с программой ассистентов, что, когда вот говорят, что там не хватает что-то еще, ну, что-нибудь, но у нас нет этой самой системы, где человек с инвалидностью мог себя чувствовать человеком, мог себя чувствовать хорошо, потому что медицинские услуги – это очень далекие от человека, очень долго тебе надо ждать, чтобы ты мог получить какую-то помощь от медицинской сферы. Система ассистентов до сих пор не работала, и сейчас что-то меняется, и образование тоже, ну, вот школы недоступны, учителя не готовы, и как-то вот эта система вся не работает на то, чтобы помочь человеку в конкретной ситуации. В других странах Европы это немножко по-другому, потому что, если у тебя есть проблема какая-то, если ты получил инвалидность, например, ты идешь или к семейному врачу, или к социальному работнику и говоришь, у тебя такая и такая проблема, и не ты сам решаешь эти вопросы к всем этим… – Учреждением, как будто… – Учреждением ты говоришь. – Ходят социальные работники, помогают тебе эту проблему решить. Не только дают тебе одно пособие, которое в социальной службе у нас для вас есть одно пособие, это все, и твои обязанности кончаются. Ты должен помочь человеку. И это, мне кажется, это самое главное, что мы где-то потеряли, и что ответственные чиновники, может быть, и не думают о том, как в целостности помочь человеку. Просто дает что-то, и кажется, что идите, боритесь дальше. – Санта, что вы на этот счет думаете? Не будет ли вот такой эффект? Вот сейчас об этом мы сейчас все поговорим. Со следующего года небольшие, может быть, изменения произойдут, и потом опять эта тема как-то заболит. – Не говоря уже, что инфляция может съесть все вот эти какие-то добавленные средства. – Да, доброе утро. Я думаю, что раз омбудсмен решил, что с 2021 года, 1 января, это разрешение Конституционного суда должно вступить в силу, и государство будет вынуждено действовать, чтобы это приоритетом представить, это социальная сфера, потому что как каждый год выдвигаются эти приоритеты государству, куда они больше по бюджету, как они распределяют, да, или там, другой раз, медицина, или там вооружение, или там, ну, оборону, вернее, да, и думаю, в этот раз им придется все-таки эту социальную сферу выдвинуть как приоритет, раз решение вступило, и там уже не сможет оговориться, что не хватает средств и так далее. И просто, может быть, это средства-то, они, конечно, ограничены, да, они распределяются, но если социальная сфера как приоритет идет, тогда придется им на это найти средства. Я думаю, эта проблема так долго получилась, потому что примерно 12 лет назад, когда раньше было такое, этот, корзина минимальных этих услуг, да, и потом она как-то все следили-сидели, и где-то 12 лет назад было решение, когда законы его отменили, и потом получилось каждым годом в связи с инфляцией все больше эти различия, что уже не соответствовали эти доходы минимальные, они не были к этой корзине уже прикреплены, и они стали очень все больше, это такая как, ну, разрыв, да, и поэтому все время это как бы оставалось таком, что вроде все знали, но там так поговорят, так поговорят, но наконец-то я рада, что, да, что омбудсмен – это государство, это, как сказать, мысли людей, которые долго-долго накапливались, он принес это на решение Конституционного суда, и суд подтвердил, да, что это не соответствует минимальным этим правам человека, да, что он должен быть все время хоть с минимальным средством, все-таки человек, чтобы мог, ну, тоже жить и свои проблемы решать, и жизнь устраиваться. Как вы думаете, вообще, если говорить про систему и какое-то вот становление на рельсы всей этой, опять-таки, системы для того, чтобы как-то привести это все в порядок, мы в последнее время часто говорим о том, что у нас часть людей, они просто, ну, выброшены, они где-то за пределами, это люди там 60-65+, которые вполне себе, они с опытом энергии часто, да, и могут, например, и работать, и как-то участвовать в жизни государства. То же самое про людей с инвалидами, да, два года назад, вот мы помним, кафе открылось, когда поняли, что вот почему бы нет, эти люди, они сами работают, сами себя обеспечивают, они участвуют в этой общественной жизни. Что здесь можно, и как можно сказать о том, что, ребят, мы тоже здесь, мы вполне себе можем заниматься тем или иными делами, почему бы нет? Думаю, что это, не хватает такого, как инвалид, политики для, не только для людей инвалидности, но как бы такой социальной, как политики и такого, ну, чтобы больше про это действительно говорили, про эти хорошие примеры, да, и чтобы как-то это менять, понять и вообще общество, чтобы люди, ну, они знали, что есть, хоть и кафе, да, которые, РБ кафе, которые вы упомянули, да, и какие-то другие примеры, и говорить больше про эту, про способность людей, да, что они могут участвовать, что они также, просто у каждого человека, может быть, какие-то ограничения есть, но, несмотря на то, у каждого человека, наоборот, есть и способности, которые он может использовать тоже во благо общества. Только надо там, как сказать, обратить на это внимание, чтобы кто-то действительно этим смотрел, что человек может сделать, и как-то это направлять, и работодатели всё-таки, ну, чтобы они тоже верили в это, и думали, и тоже стремились. Это, ну, двухсторонние, это и человек, и работодатель, они как бы должны быть в таком, ну, работать вместе, в одном направлении, а не в разных, да. Ну да, но мы опять же можем говорить о системе, которая должна поддерживать инвалида, человека с инвалидностью, потому что, если у тебя плохое здоровье, у тебя надо покупать дорогие лекарства, если у тебя нечего деть, может быть, ты не можешь заплатить за квартиру, ну, куда же ты будешь смотреть на хорошую работу, ты же не сможешь найти эту хорошую работу, тебе надо думать о том, как вообще прожить, и тогда у тебя получается такая ситуация, что ты должен работать на социальную систему, ты должен заполнять множество бланк, чтобы получить какие-то пособия, и тогда всё время проходит у тебя, чтобы заполнять эти заявления, чтобы стоять в очереди у медицинских каких-то услуг, и у тебя нет даже времени, чтобы ты смог найти, или вообще начал думать о том, как искать работу, и эта уже система неправильно как-то работает в нашей Латвии, и потому я говорю, что если эти все разные сферы, это медицина, занятость, образование, они целесообразны были как-то продвинуты на человека, и нужды человека тогда, да, и денег, наверное, хватило, и ты пораньше, побольше, и получше получил эти услуги, и ты мог бы, ну, как-то, наверное, жить, и думать о том, как ты живёшь, быть счастлив, может быть, иногда, но у тебя всё время не проходило, чтобы ты просто всё время боролся с системой, с которой ты должен как-то получить эти услуги, ты всё время борешься, и то, что у нас тоже очень в нашей организации много родителей, у которых дети с инвалидностью, но они, ну, очень многие мамы говорят, что они не мамы, они каровые, солдаты, потому что всё время они куда-то идут в бой, в бой с Министерством благосостояния, с социальным работником, ты должен принять участие в каких-то рабочих группах, защищать своё мнение, потому что у тебя, может быть, немножко побольше надо какое-то пособие или помощь какую-то, ты всё время борешься, у тебя нет времени, чтобы ты мог жить, и это, мне кажется, что-то неправильное в нашем государстве происходит. Я знаю, что инвалидность периодически нужно подтверждать, там, от двух до шести лет для взрослых людей, по-моему, там, до шести месяцев для детей, вот, есть же некоторые случаи, когда, ну, это кажется абсурдным, там, у человека не может вырасти рука или нога, если у него, ну, отсутствуют эти части тела, то есть, вот, ну, вот в этих случаях нужно ли, может быть, можно ли добиться, чтобы было как-то упростить все эти, вот, необходимые бюрократические вот эти все процедуры? Я понял, тоже очень хорошие вопросы, и мне кажется, что сейчас уже что-то поменялось, тебе не надо так часто уже идти в этот ФТЭК, чтобы доказать, что у тебя есть инвалидность, но, конечно, мы тоже на месте не стоим, тоже в Латвии не стоим на месте, есть какие-то лекарства, какие-то технические приспособления, которые эту инвалидность у тебя снижают, например, если у тебя нету ноги, как вы говорите, но если есть очень хорошие протезы, тогда уже никто не знает, что у тебя этой ноги нету, ты можешь нормально ходить и, как мы знаем, даже быть хорошим спортсменом и принять участие в каких-то мероприятиях, в спортивных мероприятиях, но это в таком случае, если у тебя есть хороший протез. У нас таких протезов, конечно, мало, и опять же, ты должен бороться за то, чтобы ты получил такой протез, какой тебе нужен. С одной стороны, у нас все есть, все обеспечено, галочку поставили, а с другой стороны, это качество и скорость, как это происходит, это крайне критическое. Но в этом фтеке меняется отношение, меняется этот порядок, как часто ты должен идти и подтвердить свою инвалидность, ну и как-то эти реформы очень медленно, но происходят. Вот вы уже упомянули работодателей, и мы знаем, что тоже, опять-таки, в парламентской комиссии обсуждалось предложение убрать из трудового закона норму, не позволяющую в ряде случаев увольнять работников с инвалидностью, и вот вы уже упоминали, что надо вообще отдельный трудовой закон для людей с инвалидностью создавать. Да, мы, во-первых, тоже считаем, мы тоже с Антой говорили, что должен быть такой закон, где говорится не только о тех правах, которые есть у человека с инвалидностью, но должна быть поддержка предпринимателей, потому что если не будет предпринимателей, если не будет мотивации предпринимателей, тогда и работы тоже не будет, у тебя может быть очень много прав и гарантий, но если предприниматель не будет брать тебя на работу, тогда у тебя работы не будет. И потому этот спорный вопрос в трудовом законе 109 статья, вторая часть, в которой говорится, что работодатель не может уволить человека с инвалидностью в определенных случаях, но это, с одной стороны, очень хорошая статья, очень хороший пункт, который защищает права человека, но основаясь на этом пункте, были несколько судебных процессов, где человек с инвалидностью засудил работодателя в суд и спрашивал, например, миллион. И эти такие плохие, с одной стороны, случаи бросают очень большую тень на всю систему занятости, и тогда уже работодатели сейчас уже боятся брать на работу человека с инвалидностью, потому что если будет какая-то ситуация, что тебя надо уволить, ты можешь засудить работодателя в суд. С одной стороны, очень хорошая гарантия, которая была в этом законе, но с другой стороны, как-то обросла с такой негативной аурой, или с большим негативом, что как-то уже как раз наоборот все появилось, и работодатели просто не берут людей с инвалидностью на работу. И мы считаем, что мы должны вычеркнуть этот пункт из этого закона, но мы должны, государство или, наверное, Министерство благосостояния должно думать о том, чтобы был какой-то политический документ, где говорилось о том, какие права и обязанности, потому что не только права, но и обязанности должны быть у человека с инвалидностью, чтобы он мог найти работу, и какие льготы, может быть, есть у работодателя, если они хотят взять на работу человека с инвалидностью. Это может быть приспособление, может быть, какие-то специальные, которые государство выделяет деньги, это может быть какие-то льготы на налоги, чтобы как-то стимулировать, смотивировать, может быть, работодателя, и, может быть, какие другие есть мероприятия, которые бы помогли работодателю взять на работу человека с инвалидностью, потому что, ну, трудно, конечно, не все инвалиды тоже очень образованные, очень высококвалифицированные, и есть какая-то поддержка людям с службой занятости, но это тоже, наверное, в обычном порядке, и мы считаем, что должны быть какие-то специальные мероприятия, которые должны произойти, новые мероприятия, чтобы улучшить эту ситуацию. Вот продолжая, как раз Вы упомянули о том, что для инвалидов, может быть, является проблемой получения хорошего образования и, опять-таки, повышения квалификации. Вот здесь, насколько, ну, возможно ли для людей с ограниченными возможностями на равных получать образование? Я могу добавить про образование, это на данном моменте, что существует, это сейва, да, это социальная интеграция, да, обучение, где тоже от Министерства благосостояния, и там вместе с Министерством здоровья происходит, с одной стороны, как учёба, и с другой стороны происходит, что здоровье в то же время, рехабилитация происходит, и там есть некоторые специальности, которые на рынке сейчас тоже там расчёт специалистов по персоналу, например, да, про IT-технологии, разные такие профессии, которые в данный момент тоже, ну, опыт... Имеет спрос, да. Имеет спрос, да, на рынке. И там есть возможность также и профессиональное образование получить, или колледж, да, что первого уровня, высшее образование, да, и это тоже возможности, там же эту квалификацию определяют, но там тоже по-разному, я как слышал пример, один человек тоже был, он с психическим заболеванием и хотел там поступить, но не выдержал сложный экзамен по математике, конечно, он это даже и не мог, я думаю, пройти, но такие тоже разные эти спросы, может быть, даже очень высокие, и там, ну, чтобы поступить, там довольно такой, ну, сложный отбор для человека, да, и, может быть, не все тоже могут поступить, так что это тоже, ну, как, с одной стороны, возможность, но с другой стороны, надо смотреть, чтобы и для человека, который, может быть, не так в математике успешен, но зато он, может быть, что-то другое очень хорошо мог бы обучиться и делать, да, может быть, какие-то упростители... Это только одна агентура, которая в Юрмане работает, но, в принципе, эта система образования должна быть такая, как в других странах Европы, что ты в любую школу, в которой ты хочешь учиться, ты можешь попасть, у нас очень большая проблема не только с детскими садами, в которых ты не можешь отправить своего ребенка, если он передвигается на коляске, или он слышит по-другому, или он видит по-другому, но у нас тоже среднее образование очень недоступное, в смысле, недоступное под недоступной среде. Физически. Физически недоступно, потому что везде эти ступеньки и лестницы, и все остальное, и ты просто не можешь получить нормальное образование, потому что недоступны и школы. Вот как раз в связи с ним мы знаем, что выборы будут, и все вот такие социальные вот эти вот моменты, они тоже активно обсуждаются. Мы видели, как на протяжении многих лет ремонтировали школу, детские сады, сейчас продолжают это делать. Никто не обращался вот с тем, что, а как сделать доступнее для людей с ограниченными возможностями? Есть, например, такая идея, где если человек, который, ну, например, родители, у которых такой, например, ребёнок с ограниченными возможностями, когда он должен уже идти, например, в школу, как бы, ну, обращаться в свой район, чтобы его не заставили, как бывает случай, ехать с другого микрорайона через весь город, чтобы поступить в эту школу, которая доступна, но как бы уже, когда, ну, знаешь, что он будет поступать уже, чтобы самоуправление, конечно, не все школы сразу может, ну, оборудовать, ну, именно в какую-то школу, где предвидится этот ребёнок поступать будет, и уже там начаться, это необходимо, и хоть минимум, чтобы он мог уже бы там поступить, и, ну, физическую доступность делать. А нельзя вот год, два года назад, например, ремонтировали школу, через год, через два, оказывается, что, например, ребёнок с ограниченными возможностями в коляске хочет поступить в школу, да, его родители? Почему, да, вот сразу нельзя предусмотреть, не знаю, в одном районе? Да, вообще не должен быть вопрос о том, что школа должна быть или не должна быть доступна, все школы в Латвии должны быть доступны, всё, у нас уже 30 лет мы идём в это инклюзивное образование, как называется, но все знают, что это очень хорошо, это очень нужно, и я год назад был в одной конференции, где очень много учителей было, и там один преподаватель, который с Великобритании приехал, он, ну, такая лекция вот была, и он говорит, что все дети должны учиться в школу, это год назад было, и учителя записывает, все дети должны учиться в школе, как, как, первый раз как будто услышали это, и, наверное, мы тоже должны думать о том, как, как не только доступная школа должна быть, но какое отношение у преподавателей, у педагогов в Латвии есть, потому что очень много, наверное, старых педагогов, которые, которые, может быть, боятся инвалидности, и не знают, что делать с ребёнком, у которого есть инвалидность, конечно, не все дети на колясках юмственные, здоровые, но разные инвалидности есть, и педагог должен, наверное, быть тот человек, который должен понимать и знать, что в одном или в другом случае делать, и, конечно, вы очень правильно тоже заметили, что, например, если ребёнок или семья живёт в одном, ну, в одном городе или где-то в микрорайоне, ну, социальный работник, наверное, должен знать об этом и как-то действовать уже и думать вперёд, что, например, через два года этот ребёнок будет учиться в школе, значит, нам надо какие-то средства, чтобы эту школу сделать доступную, потому что, ну, куда он дальше пойдёт, и этой системы нет, нету, нету, как бы, этого человеческого или фактора, или нету просто, ну, то, что человек должен делать на своём рабочем месте. Все должны вместе, я думаю, учиться, да, чтобы не было того, что те там и те там, как раньше было, это, может быть, идёт ещё с тех советских времён, когда, ну, как говорилось, человек, таких людей нет у нас с инвалидностью, у нас все такие правильные и всё в порядке, их как бы делили и заставляли, может быть, больше дома учиться, да, и так далее, ну, это как неправильно, что эти, я думаю, для детей, которые тоже учатся в школе, например, которые здоровые дети, и они видят, что человек тоже уже с детства, они видят, что разные люди и с ограниченными возможностями, и они больше привыкают, и у них уже больше восприимчивость такая идёт, что они понимают, что это тоже такой же человек, только у него есть какие-то особенности, как и у всех людей, да, и не будет, может быть, он вырастет и будет, не будет делить людей на такие и те, да, но будет все уже воспринимать нормально это всё, и то, что школы недоступны, так как и средние, так и высшие школы, да, это, ну, тоже дискриминация, потому что, почему человек сейчас тоже для высшего образования, например, должен идти обязательно в университет страды не учиться, да, потому что там доступность есть и выбирать то, что там есть, но он не может идти, где он сам желает по своему выбору, он, может быть, там Латвийский университет, например, желает, но там не все эти филиалы, фокусеты доступны, да, и получается, что ты должен идти туда, где есть доступность, так и как магазины или кафе, не то, что где ты там хочешь пойти, как каждый человек свободы выбора, а ты идёшь там, где ты можешь попасть по физической среде, да, где есть эти пандусы и что-то такое, это, ну, тоже, я считаю, очень неправильно и так не должно быть. Вы вот упомянули школу, мне кажется, это, конечно, такой один из первых шагов, как раз-таки начинать надо с той стороны, потому что, когда дети растут, для них не будет ничего неестественного в этом, для них уже не будет в 15 лет открытие, там, мама, посмотри, там, кто-то на коляске едет, для них это нормальная естественная среда. Но вот у меня в связи с этим вопрос, как вы считаете, если бы мы вообще чаще видели, не знаю, если бы у нас был в депутатах кто-то, вот, да, человек с ограниченными возможностями в коляске, это бы стало для людей, ну, таким вот тоже показателем, что, во-первых, нет ничего невозможного, во-вторых, ну, люди бы больше задумывались о том, что, ну, эта проблема актуализировалась бы каждый день, потому что вот человек, которого все знают, которого выбрали, например, тот же Сейм, да, он вот каждый день сталкивается с этими проблемами, да, начиная от того, как, не знаю, заехать в тот же Сейм и заканчивая многими-многими проблемами, но просто делая все время это публично. Я думаю, что да. Да, наверное, это тоже был бы хороший пример, но у нас были депутаты на коляске, два человека, насколько я помню, и, конечно, есть очень высокие чиновники, которые не боятся использовать, например, коляску, а я увидел Фрейберг в свое время, у нее ножки болели, она садилась в инвалидную коляску и передвигалась, и очень хорошие примеры были. Но тоже очень интересно, потому что, очень хороший вопрос, я думаю, потому что сейчас тоже идет такая акция по поддержке родителям, у которых есть дети с инвалидностью в Латвии, и там просто тоже родители рассказывают свою ситуацию, и довольно плохая эта ситуация с точки зрения родителей. У них три требования. Первое требование то, что очень мало информации о том, какая социальная поддержка вообще в Латвии есть, и никто об этой поддержке не рассказывает. Это как бы обязанность социального работника и ответственность. Второе требование это то, что общество вообще ничего не знает об инвалидности, потому что у нас действительно очень мало информации, и мы не знаем, что делать, если ты видишь человека, у которого интеллектуальная инвалидность. Ну что, к нему подойти может быть или не надо подойти? Он там орет, может быть, что как-то неправильно говорит, или кажется очень странным, или ребенок с синдромом Дауна. Ну что это значит? И к нему нельзя приближаться, может быть, от него можно заразиться, или еще какие-то проблемы могут появиться. Это второе требование было то, что должны быть какие-то социальные рекламы, или надо обучить, образовывать, может быть, общество о том, что значит инвалидность, и что делать, и что вообще это значит. И только третье требование было о том, что у нас недостаточно средств выделено для многих поколпоемы, услуг, которые необходимы этим родителям. Так что две услуги не связаны с деньгами, непосредственно, которые могла бы получить семья, но с отношением. Как мы относимся к этой проблеме, как мы относимся к инвалидности, и как мы получаем информацию. Это, мне кажется, очень важно, потому что если депутаты будут знать о том, что значит инвалидность, как это жить с инвалидностью, если общество будет знать, что действительно у нас крайне недостаточно денег выделено в бюджете для того, чтобы человек с инвалидностью мог нормально жить, тогда, наверное, в приоритетах это повысится, и деньги найдутся, наверное. Вот упоминая разработку закона о трудоустройстве именно инвалидов и людей с ограниченными возможностями, не создается ли здесь сложность? Да, мы сейчас говорим приоритетно про коляски, но все-таки мы понимаем, что это просто очень разные люди. Очень разные, конечно. Это может быть интеллектуальная инвалидность, это может быть отсутствие зрения, отсутствие слуха, отсутствие рейтинга. Психические заболевания. Есть видимые и невидимые инвалидности. Это есть невидимые, есть, к тем и не знаем. И человек может быть, например, довольно он может болеть очень сильно, но это не видно. Например, как в нашем случае, когда в моем случае физическое, да, конечно, там коляска не спрячешься, да, и там уже так видно, а у него что-то, и у меня тоже, как в моей практике, что человек, но часто, как бы люди, они даже не видят, что человек, например, в коляске, они сразу как-то коляска, коляска, а потом кто-то там сидит, и часто, ну, что не говорят, например, со мной, а говорят сразу с тем сопровождающим, да, если что-то писать, не-не, лучше пусть он пишет. Я говорю, почему? Ну, него, наверное, это лучше, ну, быстрее получит. Я говорю, почему? Ну, вы так думаете? Это такие очень стереотипические мышления, потому что, да, не хватает такого, как бы, социальной, может быть, рекламы какой-то, ну, не сказать рекламы, а информации, да, чтобы рассказывать больше, или эти люди сами, которые, например, с инвалидностью, бы, как бы, больше говорили, выступали, тоже рассказывали, может быть, именно просто про свою жизнь, да, что люди больше, получили информацию, и что это такая же жизнь, просто она, как бы, такие свои нюансы, да, которые человек должен, ну, учитывать, чтобы жить, и, я думаю, и так же политики, если человек, который про это говорит, что он сам с этим столкнулся, да, и так же, про доступность среды, что он знает, что для человека нужно, и это очень важно, чтобы действительно сам человек, как бы, на своей, на своем примере, в своей жизни, это уже прошел через это, и мог тогда уже дальше делиться с этим, как это все, по двум линиям звонки, ну, вот сейчас мы примем, я не знаю, наверное, один, здравствуй, сейчас, секундочку, подождите, подождите, секундочку, сейчас, прощение, сейчас мы разберемся с наушниками, и тогда, послушаем ваш вопрос, да, теперь вот, слушаем вас, могу говорить, да, 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 доброе утро, доброе утро, Евгений, спасибо за эти темы, я знаю, что параллельно идет аналогичная тема, палатыш радиоэнс, мужики Берни, проект, мне эта тема не чужая, мне тоже такое есть, ну, с близкими, вот, и мы упомянули уже такую проблему, что люди сидят дома, не работают, потому что очень трудно устроиться на работу, и у меня вот такой, ну, это реально трудно, целыми днями сидеть дома, человек не видит ни воздуха, не дышит воздухом, не двигается, хотя он может, ну, более-менее двигаться, и у меня такой вот вопрос, предложение, да, я его уже пробовал там писать уже куда-то, я уже не помню, у нас есть самоуправление, Паш Валдебес, которые, по сути, под крышей государства, и у Паш Валдебес есть люди, дворники, которые работают во дворах, улицы подметаются, клумбы облагораживают, и вот как можно закрепить, скажем, мое предложение, такое предложение, вопрос, да, как можно закрепить эту норму в каком-то нормативном акте, чтобы давали при экшроку нотерпинат, в силу и куст, тех людей, которые с ограниченными возможностями, мне кажется, они тоже могут выполнять эту работу, и это было бы выгодно для всех, вот такое у меня, спасибо, спасибо, вопрос очень хороший, инициатива, инициатива, да, и я думаю, что две возможности есть, потому что, ну так самоуправление не может сказать, ну будем брать на работу люди с инвалидностью, ну это будет дискриминация по отношению к другим социальным группам, но я думаю, что если человек очень предприимчивый, то он может сделать социальное предпринимательство, у нас в государстве это уже поддерживается, и выделены даже деньги, чтобы социальные предприниматели были, и может быть создать фирму, которая бы оказала услугу самоуправления, которая вот как раз с такими работами занимается, это было бы очень хорошо, но конечно, есть тоже возможность приходить, например, в организацию АПР, мы занимаемся такими вопросами, что мы стараемся устраивать людей с инвалидностью на работу, и тоже, ну в каких-то учреждениях самоуправления, так что, пожалуйста, приходите, и будем говорить, и будем как-то работать, чтобы работу найти. Мне такое предложение на этот вопрос, что, например, если бы это было государственное предприятие, и если определить, какой это, ну требуется, например, работник, да, и, например, какое-то количество времени никто, например, не подает заявку, что он хочет эту работу делать, и если бы была такая, как бы, база данных у человека, у этого государственного предприятия, и он мог бы, например, связаться с теми людьми и сделать такую, как бы, позитивную дискриминацию, если есть человек с инвалидностью, который желает эту работу, да, и тоже предложить ему, и если работодатель, с своей стороны, был бы заинтересован, действительно, были бы какие-то льготы на налоги, и он действительно бы заинтересовался, это можно было таким образом тоже уладеться. К сожалению, я понимаю, у нас время... Не так много времени, но еще один вопрос успеем мы. Успеем, да? У меня... Вы принялись вопрос? Так, сейчас. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я постараюсь коротко. Я, конечно, тоже в последнее время очень слежу за этой дискуссией о изменениях в законе, которые обсуждаете, поскольку у меня тоже такая ситуация, что я много лет работаю здесь. Много десятков лет работаю на работе, где мое здоровье из-за работы подорвалось. Я имею профессиональное заболевание, соответственно, третья группа. На работе... Ну, во-первых, врачи рекомендуют немножечко снизить нагрузку, поэтому на работе с удовольствием приняли это внимание, перевели меня на работу на неполный рабочий день, а сейчас я с тревогой смотрю за этими изменениями, поскольку... У нас очень мало времени, можно вопрос ваш, потому что у нас минутка остается? что могут мне предложить вообще освободить место, не то, что на полставки, а вообще уйти. Это было... Эти изменения, главное, они были связаны с тем, чтобы человек с тем случаем, если идет сокращение штатов, тогда можно также человека с инвалидностью уволить, как другого, но там все остальные эти защиты остаются, и также если в случае, что люди одинаково по способностям и по своим работам, этим всем делам состоят, тогда все равно это предпочтение остается также человеку с инвалидностью, чтобы его оставили на работу, такая позитивная дискриминация, это оставлено, это не полностью, что человек остается беззащитным в этом случае. К сожалению, пора нам заканчивать уже на нас звукорежиссер нехорошо смотрит, а времени, как всегда, мало, глава общественной организации оперонс и ворбалу, десе менеджер проектов и мероприятий общества инвалидов Войнкс оф Уилл, Санта Сурвила были у нас в студии.